Выборы уже скоро, 6, 7, 8. Кстати, как вам такой ход Радио Хабирова? Он оказался от дебатов. Действительно, мы его не видим на дебатах. Хотя в прошлый выбор, вспомните, он приехал на телецентр, в студии он принимал участие в дебатах и отвечал на вопросы. Почему же в этом году не стал? Это опять-таки политтехнологическое решение, во-первых. То есть он, советуясь со своими консультантами и политтехнологами, пришел к такому решению. Но прошлые выборы и его дебаты выглядели достаточно скромно с точки зрения его достижений. Радио Фаретович без бумажки и экспромтом говорит достаточно плохо. Человек, обладающий довольно-таки скудным словарным запасом, примерно 15% терминов сводится к одному слову «история». У него все история. Это история, та история, здесь история и так далее. Он совершенно обоснованный, на мой взгляд, правильно опасается публичного экспромта. Можно наговорить что-нибудь не то. А потом есть у него еще пример, весьма такой могучий. Это Владимир Владимирович Путин, который тоже не принимает участие в дебатах никогда. Так что здесь с точки зрения Хабирова все практично и логично. Радио Фаретовичу не стоит выступать публично и экспромтом. Почему же наружной рекламы нет? В прошлую кампанию все было завершено проработать дома и так далее, а здесь ничего нет. Ситуация кардинально поменялась. И кардинально поменялись представления Хабирова о том, как он будет избираться. Если тогда надо было дорисовать примерно процентов 20-25, для того чтобы был оглушительный успех, который в принципе тогда и так был гарантирован Хабирову. Эффект новизны. Да, естественно. И тогда он, кстати, вы помните, он набрал процентов больше, чем набрал Путин в Башкирии. Это в реальности? Да, нет, это правда. То есть на первых выборах Хабиров был популярнее Путина. Ну так, по крайней мере, было в отчетах Центризбиркома. И из Кремля очень попеняли на самом деле Хабирову, что так делать нельзя. Это неправильно и неприлично. Радио Фаретович, уимите свою гордыню. Сейчас он понимает, что на самом деле никакого реального подсчета не случится, а будет только итоговый протокол. Зачем суетиться и людей раздражать своими изображениями? То есть вот тут политехнологи Хабирова четко замерили температуру по республике, и они поняли и объяснили ему, как бы это ни было неприятно, что если часто людям показывать изображения Хабирова в Башкирии, то у них появляется изжога. То есть совершенно ни к чему это делать. Зачем злить людей? Кто-то из спикеров у нас в эфире сказал, что тогда, в 19-м году, электоральным ядром как раз его группа поддержки, это были все-таки жители за Урале. Это те самые, которые, вот там вот Краховык, там БМА, вот это вот все. На ваш взгляд, вот как сейчас на фоне первых приговоров, вот сейчас, на данный момент, в конце августа года, вот это все повлияет на его электоральные результаты? Действительно, этнический аспект в выборах 18-19 года, когда Хабиров избирался впервые, был колоссальным. Башкирская часть населения республики сияла и была в восторге. То есть, наконец-то пришел человек в их представлении, как тогда им казалось, который защитит, обнимет, исправит ошибки предыдущих правителей и, значит, заживут они прекрасно и достойно, как того себе и желали. Но за эти пять лет после выборов Хабирова и вообще почти за шесть лет его здесь пребывания, они отчетливо поняли, что ошиблись. И вот это один из феноменов Хабирова. Человек, он очень конфликтный, но он умудрился поругаться с собственным этносом. Вот это вот удивительно. Конечно, сейчас рейтинг в Заурале и у Хабирова там колеблется по разным оценкам от 5 до 7%. А как это измерялось? Ну, есть независимые исследования, опросы и прочие вещи. Их немного, но они существуют. И, соответственно, конечно, это огромное разочарование. То есть, если одним словом описывать, краткой фразой, то есть, это огромное разочарование собственного народа в своем собственном соплеменнике. Так что, ну, на Заурале, конечно, там в Заурале вся надежда исключительно на глав и руководителей территориальных избирательных комиссий, которые впишут нужные цифры в итоговые протоколы. Там другого варианта нет. Но вы думаете, что творчества в этом году на УИКах, на уровне УИКов не будет? То есть, все... Я полагаю, что технологии фальсификации шагнули далеко вперед и движутся в направлении упрощения процесса. То есть, в конечном итоге этот процесс можно упростить до оглашения итогового протокола ЦИК Республики. Ни к чему. Есть некие проблемы с публикацией. Впоследствии публикуются все протоколы всех УИКов, ТИКов и ЦИКа. Ну, и тут тоже, как говорится, калькулятор вам в помощь. Раскидаем, разложим, сделаем все правдоподобное. Вся проблема в том, что физически проверить результаты выборов ни в любом из УИКов, ни в ТИКе, ни в ЦИКе нет ни у кого. То есть, ни одна политическая или общественная сила в Российской Федерации не получит доступа до мешков с голосованием, с бюллетнями. Так что волноваться Хабирову здесь не о чем. Потому они упрощают и упрощают эту схемку. Я полагаю, что на УИКах будет немного нарушений, по крайней мере, выявленных. А кто, кстати, их будет выявлять? Постовые милиционеры, что ли? Или наблюдатели КПРФ, простите? У них стало быть сказано. Соответственно, тут проблем не будет. Так что я имею в виду у Хабирова проблем не будет. А уж как там люди придут, и придут ли они вообще на выборы, ну, это, конечно, вопрос интересный. С каждым электоральным циклом расширяется практика использования электронного голосования. И сейчас можно же проголосовать по-разному. И через госуслуги там, и, по-моему, количество КАИБов с того как бы больше. На ваш взгляд, эта выборная кибернетика, она как-то упрощает работу ТИКом, ЦИКом? Работу в каком смысле? Туда-сюда. Во-первых, у нас не будет электронного голосования в Башкирии в этом году, у нас будет трехдневное почему-то голосование. Почему не 12-дневное, я не понял. Вот в Курской области сейчас началось сегодня досрочное голосование, оно будет длиться 12 дней. Почему бы нам так же не сделать Башкирии? Тут можно не 143% набрать, а 243, например. Ну, ладно. Три дня. Электронного нет. Количество КАИБов не увеличилось в Башкирии в этом году. А вообще, кибервыборы... Есть одна страна в Прибалтике, где впервые в мировой практике выборы президента и парламента проводились только в электронном виде. Результаты спорные. Я имею в виду оценки специалистов, насколько это было достоверно, насколько это было корректно и проверяемо. То есть, человечество пока еще не определилось, насколько можно выборы проводить исключительно электронным образом. Но это не касается Башкирии, тут говорить нам не о чем. Соответственно, как бы у нас тут все будет по старинке. Ну, может быть, хорошо. Может быть, хорошо. Я говорю, пока... Вообще, ну, цивилизованный мир не определился, насколько электронные выборы – это хорошо или плохо. В этом году в Башкирии решили стимулировать избирателей, пришедших на избирательные участки в дни голосования 6-7-8. Они смогут принять участие в розыгрыше призов в рамках акции «Рахмет». Об этом сообщают уфимской мэрии. Каждый получит QR-билет, уникальный код, из которого необходимо зарегистрироваться на сайте акции. Участники смогут выиграть квадроциклы, мотоцикл, водный мотоцикл, велосипед, электросамокат, бытовую технику и так далее. Но вот самое интересное, что в период избирательной кампании, кампании референдума, не допускается проведение лотереи, в которых выигрыш призов или участие в розыгрыше призов зависит от итогов голосования. Об этом говорит федеральный закон от 2003 года о лотереях. Статья 6.1 называется «Ограничение при проведении лотереи». Но, по-моему, это как бы объясняет, почему они не называют вот эту ярмку щедрости акции этой лотереей. Как бы законно ли на самом деле можно ли все это оспорить и как-то помогает это им вообще как-то привлечь больше людей? Безусловно, всякие аттракционы невиданной щедрости всегда привлекают какое-то количество людей. Но я тут оговорюсь, что, во-первых, это не лотерея. Во-вторых, она проводится не в период выборов. То есть результаты будут подведены после. То есть это юридический казус, юридическая уловка. То есть никаких проблем с законом у них на самом деле нет. Это акция «Рахмат». Да, понятно. То есть людей просто благодарят за то, что они пришли на выборы, причем не привязывая эту благодарность к какому-то их выбору. То есть они могут прийти и порвать бюллетень, например. Или, не дай бог, проголосовать за какую-нибудь партию «Новые люди». И за это им все равно дадут талончик с QR-кодом. А розыгрыш потом. Это попытка нагнать явку. То есть единственное беспокойство сейчас Хабирова здесь, в Башкирии, это явка. Настоящая физическая явка. Ну, хорошо, что они специально слушали, и никакой же агитации не было. Нет, это не важно. Им нужна явка в рамках, которая им предписана. То есть Кремль в этот раз дал Хабирову очень скромное задание. То есть Кремль, например, устроит явку даже 35%. Извините. То есть, соответственно, ну вот ему как минимум 40-то нужно обеспечить. 40, а лучше 50. Ну, может быть, даже нарисуют 70. Но вот меня уже как исследователя вот этих вот извращений интересует, как они потом будут объяснять результаты. То есть уже абсолютно точно многими десятками опросов показано, что уровень поддержки Хабирова – это примерно 25% населения. Каким образом он будет объяснять 75% или 72%, которые будут нарисованы в итоге протоколе, мне вот это интересно. Хотя, конечно, их способность черное называть белым или белое черным, она уже известна. То есть они выйдут просто с каменными лицами и скажут, что, знаете, народ поддержал 78%. И все, развернутся и уйдут. И вот вам мотоцикл. И вот вам мотоцикл, да. Но тут ведь вопрос реакции. Я абсолютно уверен, что население никак не прореагирует на то, что их вот так вот в ногу обманули. То есть когда люди в пятерочке получают неправильную сдачу, они иногда переходят в рукопашную. Ну, то есть их обокрали прямо на глазах. А когда их обкрадывают вот каждый электоральный цикл и не дают им возможность жить нормально, они вот почему-то не связывают это. То есть вот какую власть выбрали, с такой будете жить. И именно так будете жить, как она вам это сможет организовать. Неужели непонятно за последние шесть лет, что Хабиров и его команда не смогли нам организовать нормальную жизнь Башкирии? Вот удивительное свойство этого населения. Так что, ну, говорится, тут каждый народ достоин того правительства, которое у них есть на самом деле. Вот, кстати, наш коллега Руслан Валиф, я сошлюсь на него, он часто об этом говорит. Ну, придет другой, допустим, не ради Хабирова. Что-то изменится разве в этой системе координат? Как бы от смены фамилии что-то поменяется? Я могу просто здесь ответить на вот эти вот стинания по поводу, что все пропало и нечего делать. Ну, во-первых, Руслан, тогда ложитесь в красивый немецкий гроб и умирайте раньше времени, если все пропало. Что тогда вообще что-то делать? Зачем бегать по Берлину в красивой майке Уфа в таком случае? Просто говоришь, что от смены фамилии, по-моему, здесь ничего не меняется. Ну, был Хамитов, стал Хабиров. Я говорю о том, что вот это упадничество и трактование реальности как безнадежности, и там ничего не изменится, все пропало, это неправильно, это ненормально для человека. Человек должен надеяться на лучшее. И потом я абсолютно уверен, что существуют люди, существует человек, который способен возглавить республику и сделать жизнь в ней лучше. Существуют люди, которые знают, как это делать. Но они сейчас не имеют доступа ни к власти, ни к ресурсам, ни к тому, чтобы этим заняться. То есть я лично в это верю. Может быть, я наивный человек, может быть, я там по ошибке надеюсь на лучшее, а Руслан знает чего-то больше. Ну, по крайней мере, я так к этому отношусь.